бросить курить за один час легко это реально часть из вас уже бросила курить вот та сигарета которая была перед видео возможно для части из вас станет последней в том плане что вы прослушав видео до конца знаете редкий гурман захочет закурить вновь причем вы знаете 10 процентов из тех кто решил бросить курить может бросить фактически самостоятельно вы это можете сделать без меня и почему вы этого не сделали до этого момента вам просто не хватало мотивации вы знаете смотрите видео до конца я вас уверяю мотивации у вас будет больше чем предостаточно в этом видео я вам расскажу те прелести которые ожидают вас в перспективе и только глухой не сможет бросить курить все остальные легко и просто перейдут к такой хорошей перспективе на мой взгляд под названием здоровый образ жизни где курению явно не место за 90 процентов немножко сложнее сожалению у 90 процентов людей которые курят никотин встраивается в биохимическую цепочку это передатчик нервной системе импульс идет по нервным волокнам есть рецепторы и вот в одном из синапсов передатчик никотин если никотин встраивается из сигареты встраивается в эту цепочку то конечно когда вы бросаете курить цепочка нарушается вас появляется вегетативной реакции начинают пухнуть уши появляются другие моменты свой это прекрасно все знаете и как только они у вас появляются вы тянетесь за другой сигареты вы знаете тут сложнее но из этой ситуации тоже легко выйти относительно легко почему потому что вам нужно что сделать вам нужно наладить обратно выработку вот этого самого никотина вашем собственном организме чтобы ушли из зависимости от курения потому что вы явно зависимы от никотина от сигареты ну естественно вы понимаете что эта зависимость не всегда хорошо потому что если была зависимость только от никотина да не вопрос с табачным дымом попадает достаточно много токсичных веществ которые просто не безразличны вашему организму и с этим нужно что-то делать вы же хотите жить дольше понимаете что если вы купили квартиру там 30 50 тысяч долларов в нее вложили вы же не будете в ней топить по черному не будете разжигать костер прямо посреди квартиры и готовить себе пищу или греться таким образом дым-то идет по квартире квартире это плохо фактически то же самое если вы пару дней покоптите так вот таким образом готовите пищу своей квартире посмотрите на стены вот примерно то же самое в ваших легких это очень серьезная тема поэтому купить квартиру и относиться к ней таким образом весьма дорогостоящая вещь конечно можно продать купить новую если у вас много денег но я вас уверяю что продадите вы ее значительно дешевле чем купили потому что ну здоровый человек в таком состоянии квартиру не купит за те же деньги вы много потеряете примерно то же самое вы теряете по здоровью когда курите здесь вопрос конечно оценить конечно каждый из вас не сможет заглянуть себе в дыхательную систему посмотреть в каком состоянии там легкий вы можете делать совершенно иную вещь вы можете проверить свой организм я сейчас подскажу один очень простой тест который может пройти любой человек и спокойно бросить курить ну конечно знаете марк твен медвежью услугу предложил свое время ради бога я бросал курить десятки раз причем ежедневно конечно он покурил потушил сигарету все он бросил курить до следующего затяжки фактически так бросать курить конечно можно но это не самый лучший способ почему потому что все таки следующая сигарета она опять наносит вред вашему здоровью знаете одна моя знакомая помогла мужу бросить курить легко одним движением на ум к ней потянулся ее поцеловать она взяла пепельницу и подставила ему к лицу вы знаете мотивация была великолепная он бросил в тот же момент и перестал курить и слава богу потому что это курение скажем так вредит не только тому кто курит увы она вредит и окружению что пассивное курение оно менее опасно для здоровья но то же самое вы же понимаете что вы вдыхаете и выдыхаете токсичные вещества часть вы оставляете себе часть награждаете окружающих и это очень важно вот как все таки понять знаете каждый человек в принципе хочет жить дольше да я понимаю вы каким-то образом когда-то попытались выйти из состояния стресса и никотин принципе сигарета это одно из средств коммуникации меня так тоже пытались научить в институте у нас много ребят курила давай да что ты тут будешь стоять с нами мы курим ты нет ребята я могу с вами общаться и без сигареты я попробовал меня склонили к этому но вы знаете все быстро закончился быстро бросил курить потому что ну как бы для здоровья это пользы не приносит вот как оценить знаете как какой вред никотин уже нанес вашему организму знаете легко и просто вам для этого нужно будет минут двадцать времени это с тем чтобы подготовиться к этому а сама по себе оценка займет всего 12 минут сам по себе тест очень простой вы прикидываете где у вас есть ближайший стадион какая-то ровная местность и вы сможете просто быстро перемещаться бегать идти суть в чем есть простой тест купера эта способность пробежать полторы мили за 12 минут или расстояние которым вы можете пробежать за вот это же время поэтому называется полутора мильный или 12 минуты и фактически он показывает мощность основных систем жизнеобеспечения вы же понимаете что вы дышите вдыхаете табачный дым он естественно попадает легкий садится легкий нарушается усвоение кислорода повышается уровень гемоглобина эритроцитов становится больше чем нужно вам и естественно всю эту массу более густую кровь вынуждена как перекачивать сердце то есть вся кардио респираторная система и система крови страдают и фактически тест купера оценивает не только эти системы он еще одну систему оценит который случится позже место где еще одно явное осложнение дает табакокурение и так что вам нужно опять-таки стадион удобная обувь удобная одежда и вперед и с песнями берете с собой секундомер примерно прикидываете скажем так расстояние там какой-то круг оцениваете его продолжительность его длину и вам нужно пробежать максимально быстро 2400 метров это есть полторы мили или фактически какое расстояние вы можете преодолеть за 12 принципе и тот и другой проще наверное по секундомеру заметить расстояние которое вы должны пробежать и с помощью секундомера оценить какое время вы на это затратите поэтому вы можете в принципе поставить на паузу это видео можете пойти сбегать а потом включить еще раз это видео потому что оценку этого теста я дам прямо видео он оценивает напомню очень важный показатель биологический возраст ваш а вы можете легко сопоставить его со своим паспортным возрастом и посмотреть возможно табакокурение омолодила ваш организм и вы дадите показатели лучше чем те которые вам положены по паспортному возрасту тогда прекрасно хотя это мягко выражаясь ну мало исполнимо я думаю разве что бывшие спортсмены как бегуны которые имеют великолепный уровень подготовки возможно они в этом тесте покажут лучшее время для человека же не подготовленного это великолепный тест когда вы вот имея то что вы имеете просто оцените и посмотрите насколько ваш биологический возраст ну скажем так соответствует вашему паспорту результат теста очень простой если вам до 20 лет то женщина должна пробежать вот эти полторы мили или 2400 метров за 12 минут 40 секунд мужчина за 11 минут 30 секунд если до 30 мужчинам 12 минут женщинам 13 если до 35 женщины 13 минут 30 секунд мужчины 12 30 если до 40 женщины 14 мужчины 12 минут 45 секунд если до 45 женщины 14 минут 20 секунд мужчины 13 минут до 50 лет женщины 14 минут 40 секунд мужчины 13 минут 15 секунд до 55 лет женщины 15 минут мужчины 13 половиной минут и до 60 лет женщины 15 минут 20 секунд мужчины 14 минут соответственно если вы пробежали вот это расстояние за более продолжительное время вы понимаете что ваш возраст старше 60 лет а я вам напомню что сегодня мужчины на постсоветском пространстве живут среднем 60 женщины до 70 с трудом дотягиваю то есть если у вас показатели окажутся немножечко больше чем те которые вы увидели вы понимаете насколько вас курение приблизило вот к той неприятной границе которую никто не хочет пересекать все хотят ее немножко отдали поэтому геологический возраст обычно снижают а табакокурение к сожалению большинству резко повышает вы знаете есть еще один момент если вы в процессе выполнения этого теста у вас появилась боль в ногах икроножных мышцах так называемая перемежающаяся кроват кромота вы могли тест не выполнить полностью но знаете о чем говорит это состояние она говорит о том что сосуды нижних конечностей которые в принципе в обычных условиях вы так сильно не напрягали как правило такую нагрузку выполняют крайне редко особенно те кто курит я объясню это чуть позже почему сосуды в худшем состоянии и фактически вы находитесь в очереди к хирургу на ампутацию нижних конечностей верхней трети бедра то есть по нижней кромке семейных трусов помните раньше были такие или шортов это достаточно серьезная ситуация то есть сосуды не пропускает кровь эпоксия мышцы появилась боль в мышцах кстати вы для сравнения может быть вам никотин все-таки дает положительный какой-то эффект вы попробуйте выполнить тест два раза первый раз вы выполните его когда вы как минимум час не курили вы получите одни показатели а потом когда вы восстановитесь выполните второй раз вы покурите перед стартом сравните два показателя я думаю что это будет очень показательно для вас насколько курение приносит вам пользу а не вред знаете я долго не верил считал что вы знаете это рекламные трюки когда рассказывают что табакокурение сокращает продолжительность жизни вы знаете резко сокращает причем чемпион сегодня номер один это сердечно-сосудистые заболевания а никотин бьет именно по этой системе бьет по сосудам он ухудшает состояние сосудов и не только в нижней конечности сосуды ухудшается везде кровоснабжение ухудшается везде больше того после сигареты фактически минут на 40 я проводил такие следы смотрел живую кровь на 40 минут кровь становится более густой именно поэтому вы большинство людей и вошли в табакокурение большинство срываются на него когда попадает состояние стресса попадает в такие жесткие условия конечно это один из простых способов выйти из стресса конечно густая кровь не идет к мозгу как но сможет активно работать у вас стресс не закончился реакция то осталось проблема то осталось вы просто не видите ее мозг не может на нее отреагировать как положено он пытается это сделать кислорода нет поэтому как бы вы вышли из стресса это очень плохой путь вы знаете защита проще и эффективнее и в отдаленной перспективе лучше это все-таки алкоголь это тоже антидепрессант тоже антистрессовый фактор он мягче если не перебирать с дозой то можно более 50 лет таким образом снимать стресс и улучшать свое здоровье израильские ученые в 2013 году выявили интересную закономерность алкоголь влияет на теломеразную активность а что такое теломераза это фермент который сокращает продолжительность вашей жизни он обрезает кусочек храбосомы при каждом делении клетки все генотип клетки уменьшается уменьшается в конце концов клетка не может работать алкоголь влияет в этом направлении положительно он продлевает вашу жизнь больше того он растворяет холестерин не дает ему сложиться по сосудам он бережет ваши сосуды при правильном к нему отношении в отличие от никотина вот никотин лупит конкретно поэтому тут очень важно понимать что если тест купера вы выполнили не в полном объеме не в соответствии со своим паспортным возрастом то вы понимаете какой границы вы идете вот тем кстати среднем 60 70 годам ведь хочется жить лучше и дольше а это очень серьезно ограничивает ведь сердечно-существе заболевание номер один среди причин смерти а никотин очень серьезно подогревает эту тему ну если бы он один знаете вот вы пока не прошли тест купера вряд ли бы вы оценили свою свой уровень здоровья вы смотрите да ладно там бронхит какой-то там гастрит какой-то есть у кого его нет практически у всех язвенная болезнь может быть потенция подумали снизилась считайте же возраст экология у вас эндоэкология работает она хуже она жестче работает грязном организме потенция не нужно потенция нужно молодому здоровому человеку молодому здоровому мужчине для разложения если в организме грязно зачем природе плохие дети зачем дети с плохим генотипом все потенция снизилась ходите курите серьезная проблема но вы знаете есть скрытые проблемы бронхит появляется практически сразу только начинает человек курить какие-то элементы бронхита есть да вот простого покашливания утром там пару раз кашлянули и все мокро ту которая за ночь скопилось выплюнули и как бы все закончилось до регулярного кашля на протяжении дня и вот за этим регулярным кашлем может прятаться иная проблема очень опасная проблема рак легких он в 20 раз чаще у курящих чем у не курящих у мужчин это причина номер один по онкологическим заболеваниям у женщин номер два первое место мастопатии которая превращается в рак молочной железы вы знаете если вы считаете что рак молочной железы у женщин не зависит от курения я вас должен разочаровать очень серьезно подогревается система очень серьезно испытывается иммунная система ваша рак это иммунодефицит для того чтобы подавить иммунную систему курящий человек делает достаточно много он вдыхает несколько десятков канцерогенных веществ с канцерогенной активностью провоцирует рак легких просто при вдыхании табачный дым появляется во рту слюна проглотили рак желудка пошло по кишечнику рак в любом отделе кишечника при всасывании в кровь рак печени серьезная проблема очень серьезная проблема ее нельзя игнорировать знаете вот такие вот вещи я не знаю может быть вы считаете что я немножко жестко к вам отношусь уже вы понимаете что курение провоцирует сердечно-сосудистые заболевания это 60 процентов причин смерти 20 процентов это онкология две ситуации две первых строчки резко омолаживается возраст для того чтобы уйти таким путем если вы считаете что я вам нужно жестко к вам отношусь но ведь это правда эта статистика против нее не попрешь это объективная оценка вашего образа жизни и вашего отношения к себе самому любимому это вы так относитесь вы так ставите свой организм в такие условия вы будете продолжать курить дальше или все-таки поймете что бросить курить нужно не с понедельника снова года там после отпуска а здесь и сейчас сейчас нужно бросать это самый удобный момент если вам мало информации мало мотивации просмотрите видео сначала послушайте оцените вот те риски на которые вы свой организм подставляете под ним это же очень опасная штука конечно можете попробовать бросить курить и другим путем я вам предлагаю помочь тем 90 процентам которых никотин строился биохимическую цепочку восстановить синтез никотина это можно сделать вам нужно просто почистить немножко свой организм заставить работать фактически печень которую у вас мягко выражаясь не в самом лучшем состоянии это подозреваю потому что увы токсическая нагрузка на печень ложится очень приличная при многолетнем курении каждая сигарета накладывает свой отпечаток плюс увеличивается вязкость крови а вязкую кровь печени очень трудно фильтровать и почкам кстати тоже поэтому кого-то печень ложится кто-то лысеть начинают у кого-то там камни образуются в почках разные ситуации бывают разные варианты вы знаете можно конечно лечить все это по отдельности я вам предлагаю хаммузом одним знаете так одним махом я комплексный метод разработал очищение организма омоложение организма профилактики различных заболеваний и лечение все делается одним движением фактически движение от вас одно нет может быть 2 вы можете позвонить или написать мне мы с вами найдем возможность как это все сделать конечно вы можете попробовать решить ситуацию иным путем я имею ввиду бросить курить да есть гипноз есть кодирование есть препараты да это костыль для вас но ваша закопченная квартира куда делать вы потушили костер это прекрасно а закопченные стены потолок а прогоревший пол он куда-то делся это куда-то денется самостоятельно не ну что катурка может опасть со временем она упадет на тот же пол в вашей квартире ничего не изменилось купить новую квартиру есть такие теории да реинкарнация понимаю можете купить себе новую квартиру получше той которая была но это будет уже в следующей жизни это наверное неправильный подход к вашему организму знаете если вы купили себе автомобиль дорогой и убрали фильтр и теперь гоняете по любым дорогам запыленным загазованным а фильтра нет как вашему автомобилю будет как двигателю будет работать у него все протрется он прогорит пролетит сразу мотор не выдержит в таком автомобиле а вы считаете что так можно ездить долго да ваш организм способен к самовосстановлению но предел этого восстановления тоже имеется и восстановить полностью свое здоровье до нуля до 20 летнего возраста вряд ли для всех получится все зависит от того насколько далеко вы ушли в том беспечном образе жизни который вывели до этого поэтому я вам предлагаю иной вариант если вы хотите просить курить вот каким-то другим способом не вопрос но для восстановления вашего организма гипноз не поможет сложно будет убедить свой организм сказать что теперь все класс вверх евро ремонт в этой прокопченной квартире сложности возникнут поэтому по большому счету восстановление организма все равно нужно произвести больше того все боятся еще каких-то вещей боятся что наберут вес вы знаете можно бросить курить и похудеть или не набрать вес можно бросить курить разве навсегда да потому что когда у вас возникнет опять желание бросить закурить найдите это видео возьмите мой канал себе закладки чтобы вам проще было потом искать не вопрос просмотрите еще раз все сложности того процесса в который вы хотите остаться или в который вы хотите вернуться очень сложный вариант знаете ну я не знаю как вы относитесь той технике которая у вас есть если вы искали как бросить курить то к своему здоровью вы относитесь очень плохо я вам предлагаю изменить отношение прежде всего самому себе потому что это ваше здоровье вы самое заинтересованное лицо в своем собственном здоровье вам его уберечь а я могу только помочь восстановить избавиться от этой вредной привычки раз и навсегда у вас больше не тянулась рука сигарете лучше потянетесь кроссовкам и проверьте свой биологический возраст сделайте еще раз тест купера и посмотрите насколько ваш организм изменился когда вы бросите курить кстати если вам скучно бросать курить в одиночестве кнопки социальных сетей есть под видео отправьте это видео своим друзьям знакомым родственникам может быть кто-то из них тоже захочет составить вам компанию и бросить курить вместе с вами не вопрос в компании лучше это делать компании веселее это делать и по большому счету когда в вашем окружении станет меньше людей которые курят не по причине ухода на тот свет а по причине расставания с этой вредной привычкой я так думаю что коллективный уровень здоровья только повысится а будет это ваша семья будет это ваша компания будет это ваш город ваша страна несущественно чем шире и больше людей будут вести здоровый образ жизни тем принципе лучше всем я надеюсь что я убедил вас что бросить курить нужно здесь и сейчас не тянитесь за новые сигареты вы понимаете какой вред каждой сигареты наносит вашему организму давайте с этой привычкой покончим раз и навсегда если у вас это получилось было бы здорово чтобы вы написали какой-то комментарий под видео или поставили как-то отметили это видео что она вам понравится на вам в чем-то помогло раскрыла вам на что-то глаза а я подумаю какое еще видео написал для вашего здоровья и активного долголетия до новых встреч на моем канале до новых встреч на канале